Радио Болтком Всем еще раз доброго дня. Начинается программа «Климат-контроль». Ну и перед тем, как я предоставлю слово нашему замечательному, прекрасному журналисту, ученому, журналисту, пишущему о науке, популяризатом науки Константину Рангсу. Я просто хотел проанонсировать, мы забыли сказать в конце прошлого часа, что психолог и писатель Михаил Лобковский в 13 часов будет на Радио Болтком гостем. Так что ваши вопросы вы можете уже заранее писать на номер WhatsApp 2306191, ну и также звонить в прямой эфир, кстати, ну и в программу «Климат-контроль» тоже. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Доброе утро, добрый день, Константин. Добрый день. Мы уже сегодня вот с утра как-то обсуждали, что, судя по всему, со следующей недели лето закончится. Правда ли такие, какие прогнозы, в принципе, вот метеорологов? Ждать ли нам еще, может быть, возвращения Бабьего лета или какие-то вот ближайшие дни, какими они будут? Ну, надо сказать, что на ближайшие дни прогнозы еще весьма благоприятные. В общем, будет тепло. Сменилось направление ветра с южного на северное, и это, кстати, для нас сейчас хорошо, потому что хоть немного потеплела вода в Рижском заливе. Можно искупаться, говорят. Но, в принципе, надо заметить, что против природы не попрешь. Солнце встает и движется все ниже и ниже над горизонтом. Следовательно, количество тепла, которое получает именно наша территория, постоянно уменьшается. Солнечная инсталляция уменьшается. Это по мере того, как день сокращается. Таким образом, выхолаживание почвы и территории увеличивается ночью, а нагревание уменьшается. Поэтому, как ни крути, осень неизбежна. Это факт. С другой стороны, конечно же, до начала следующей недели еще можно почувствовать себя в лете, но оно так и есть. Судя по всему, календарное лето и погодное лето сменится, календарное осенью и погодное осенью, как им положено. Буквально на следующей неделе, это будет 30-31 число, вот к этому моменту уже должна температура снизиться. Но, опять-таки, не слишком сильно. Днем где-то до 19-20 градусов будет. И так оно будет продолжаться достаточно определенное время. Каких-то новых волн жары в наших краях не ожидается. Это другое дело, что сейчас Европа, которая малость передохнула, она сейчас смотрит с ужасом на приближающийся новый антициклон, который может опять захватить юг Европы. Но дело все в том, что юг Европы там, опять-таки, там есть предпосылки для того, чтобы еще устроить в сентябре, так скажем, небольшую тепловую вакханалию. А вот у нас уже на это, что называется, энергии не хватит. Кстати, хочу сказать, что сейчас восточнее Зилупы, большей частью той же самой России до Украины, до Украины на юге, и включаем Урал на востоке, и Белое море, Ледовитый океан на севере, расположился огромный антициклон. Они сейчас там парятся очень сильно. И тоже ждут, когда все это дело развалится. То есть, в принципе, как раз восточнее нас еще сентябрь будет, начало сентября вполне, так скажем, летнее, а вот у нас оно уже будет, как скажем, ближе к климатической норме. Я слышал, что в России вчера, по-моему, или позавчера были опять установлены, в Москве писали, что прямо климатические рекорды. То есть, жара совершенно не для конца августа. Конечно, там за 30 градусов. И посмотреть на климатическую карту, это огромная такая вот огромная, как мы говорили, медуза расположилась от Черного моря до Белого. От берегов Балтики вплоть до Урала. И она довольно-таки стабильна. Но у нас тут, как говорится, у нас будет все немножко по-другому. К нам будут подходить циклонические массы. И за счет этого температура снизит. У нас, между тем, есть звонок. 67212-93.9. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А сегодня будет все в этих номерах, чем какого погода? Или больше ни о чем? Не понял. Мне скучно слушать про вашу погоду. Мне ничего не такое. Ну, знаете, кому-то скучно, кому-то, в принципе, кто ловит последний денечки, может быть, интересно узнать, какие будут прогнозы. Тем более, что, говоря про сегодняшний день погодный, мы как бы забрасываем удочку и говорим вообще о тех изменениях, которые происходят с нашим климатом. И вполне возможно, вас бы заинтересуют счета за отопление, которые вас будут ждать. Совершенно верно. Потому что на минувшей неделе, прошедшей с прошлой программы нашей, появились уже первые, так скажем, увесистые расчеты международных крупных организаций по известным моделям на осенне-зимний период 2022-2023 года. Вот они как раз появились. И сейчас как бы основных три модели уже есть. Это модель расчета европейская, это модель канадская и американская. Все три модели имеют свои, как говорится, всегда свои акценты. Но если смотреть на европейскую модель, которая как бы именно для нашего региона целенаправлена, то можно сказать, что в принципе надежда есть на то, что осенне-зимний сезон будет вот в нашем регионе, в нашем регионе, он будет довольно-таки теплый. Вот, в основе. Но как он будет теплый? Самая большая аномалия температурная ожидается в северо-западной части Европы, говоря проще, над Ирландией и Британскими островами. Вот они как раз могут, наверное, так скажем, выдохнуть. Судя по всему, там будет теплее нормы. Ну как теплее на градус, полтора, нам все равно хорошо. Это же средняя температура. В наших краях мы оказываемся в зоне нормы. Вот как бы так. Или чуть теплее. В Центральной Европе тоже вот эти значения. То есть, говорят так. Скорее всего, будут колебания, но колебания именно вокруг средней величины определенной. Для каждой, естественно, страны своя средняя величина. Одно дело для Испании, другое дело для Финляндии. Но вроде бы все должно быть, как обычно, даже чуть потеплее. То есть, вполне возможно, картина как будет выглядеть так. Будет довольно-таки такая, ну, так скажем, мерзостная погодка около нуля. Может, чуть выше. Это хорошо. Но периодически, на что обращают внимание специалисты, возможны прорывы арктического воздуха, причем глубокие прорывы вплоть до Южной Европы. Они не будут слишком длинные, долгие по времени, но они могут быть очень мощные. Это связано с чем? Есть все данные полагать, что так называемое приполярное струйное течение, которое крутится вокруг всей Земли в северных широтах и не дает холодному воздуху особо так вырваться на юг, оно слабеет. И поскольку оно слабеет, будут появляться такие языки, прорывы вот этого арктического воздуха. И оно будет не только в Европе, в других местах северного полушария, например, в США тоже ожидается, но тем не менее ожидается. Но это не будет в течение очень долгого времени. То есть нельзя будет сказать, что вся зима будет теплая или вся зима будет абсолютно холодная, ниже нормы. Нет. Скорее всего, будут продолжительные оттепели, которые будут сменяться непродолжительными, но сильными короткими похолоданиями. Вот такой первый прогноз. И они прямо честно пишут, вот, допустим, посмотрите тот же сайт Server Weather Europe, они прямо пишут, что это первый прогноз, который на основании нынешних моделей, которые сейчас есть на основании нынешних данных. Так что, в принципе, как скажем, есть надежда, что мы, как говорится, не замерзнем, но несколько дней подряд придется, так скажем, понервничать, из-за того, что температура сильно упала. Константин, вот вопрос наверняка о включении отопления. Ожидается ли, что это будет, ну, скажем так, в рамках нормы, то есть, когда у нас, по-моему, ну, обычно в начале октября включают отопление, или есть возможность, может быть, чуть позже, учитывая такое жаркое лето, что мы подключимся к этому отопительному сезону позднее? Ну, вот уже писали о том, что, скорее всего, климатическая осень наступит в этом году в нашем регионе где-то на неделю, а может быть, даже на 10 дней позже обычно. Но все-таки 10 дней потеплее, когда можно не включать отопление, это тоже деньги, согласитесь, при нынешних целях, и которые еще будут. По этой причине, да, действительно, смотрите, ведь 19 градусов в сентябре это очень хорошая температура, даже 15 градусов очень хорошая температура. Если не держать окна нараспашку, то в таком случае, в принципе, внутри здания вполне можно держать более-менее комфортно свои 19-20 градусов, и в этом случае действительно неплохо сэкономить. Так что тут нужно учитывать вот этот важный момент. Тут же еще, вы знаете, европейская вся пресса, если там, где вот связаны с погодой, они все пишут о том, что нужно помнить. Например, есть такая штука, как ковры. Вот сколько у нас над ними иронизировались, смеялись, но ковры появились, извините меня, не 50 лет назад, не 70, а несколько тысяч лет. И появились они по совершенно определенной причине. когда наступает холодное время года, то вставать и ставить ноги босиком лучше на ковер, на теплый ковер. Поэтому, условно говоря, покрыв полы коврами, вы таким образом помогаете самому себе чувствовать себя лучше. Ну и коверность... Самое время заглянуть, может быть, где-то у вас в закашничке какой-нибудь там, условно говоря, бабушкин ковер и остался, вот его самое время поместить около своей кровати. Ну и, может быть, даже ковер на стене, как бы на нем не иронизировали. Если эта стена торцевая, то, в принципе, тоже сэкономит тепло и... Вот, вы знаете, очень интересно, мне понравилось этот... У меня есть друзья в Испании, которые живут как на юге страны, так и на севере. Так вот, на севере страны, например, это имеется страна Басков, Астурия, там не бывает сильных морозов, но там постоянно холодно от Атлантики. Там и лето, надо сказать, больше похоже на наше, чем как в нашем представлении на испанское. Вот там, например, ковры до сих пор популярны. Так что, в принципе, нужно думать уже сейчас о том, как будем утепляться. У нас, между тем, есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я встретенный блогер и я как раз вот сейчас пишу ролик об этой теме. У меня газовое отопление. Мы газовое отопление ставим на ноль, чтобы просто циркуляцию поддерживать и застилаем все коврами. Стоимость технологического ковра стоит 6 евро квадратный метр. А дальше мы просто будем подтапливаться камином. Таким образом, из дорогого тепла мы делаем бесплатное, потому что сейчас никто не запрещает вам пойти в лес, заняться сбором этих веток, а их полно в пригороде Риги. И решить таким проблему образом, если у вас действительно проблема с финансами. Вот это на самом деле хороший выход, отличная идея. А прекрасно, камин как поставить в многоэтажном доме? Стоп, стоп, стоп. Камины в многоэтажных домах стоят 30 лет в Латвии. Примерно 30% населения в многоэтажных домах выводят трубу камина в вентиляцию. Раз. Второе, по фасаду стены. Если вы пригород Латвии выйдете, я уже снял такой ролик, ситуация в том, что там люди платят ноль. В деревне, в многоэтажных домах или в пригородах Риги есть доступ в лес. Есть недорогие брикеты еще, есть эта возможность. И эти люди в этом году не будут ничего платить, они финансово не пострадают никак. Это уже продумано и уже сделано. Хотите, я вас прям лично отвезу или пришлю свои видеоролики? Спасибо. Да, будем рады. Присылайте их, может быть, на номер ватсапа 2306191. Да, смотрите на мой канал в ютубе Владимир Волошин. Смотрите, сколько у вас. Хорошо. Владимир Волошин. Запишем, а может быть, обсудим в следующей уже программе. Спасибо. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Я человек в возрасте, вот меня, моих подруг, друзей убивают эти неровные зимы, потому что вчера была оттепель, а сегодня опять подморозило. Выходишь из дома и около крыльца буквально падаешь. Раньше, я помню, зимы были очень хорошие. Зима так зима, лето так лето. Вы знаете, это ужасно. И, наверное, уже это вообще никогда не кончится. Так у нас и будет. Спасибо. Ну, то есть, да, вот насколько вредно. Извинение человеческой жизни в реальных наших сроках не кончится. Это надо к этому, как говорится, относиться стоически. Тут видите, в чем дело. Еще скачки вот эти температурные, они не только убивают тем, что образуется гололед. С гололедом-то еще худо-бедно справиться можно, если вовремя песочек подсыпать. Это проблема для здоровья, потому что для человека людей, выросших в нашем, так скажем, постгалициальном климате, такие скачки ненормальны. Когда резко меняется давление, когда меняется влажность, меняется температура, организм человека не успевает к этому адаптироваться. И поэтому резкие вот такие перепады, они очень вредны для людей, особенно в возрасте. Это абсолютнейший факт. И тут единственное, что можно сказать, это быть максимально аккуратным тогда, когда, в том числе и с употреблением лекарств, например, с пищей. Тут нужно учитывать очень много факторов, но ничего радостного сказать невозможно, потому что вот такая вот ненормальная лихорадочная зима, ну вообще любое время года, оно вредно для человеческого организма не к этому, как говорится, не привыкшим. Я хочу повторить очень такую простую вещь, которую, в общем-то, эволюционные специалисты очень хорошо знают. Дело все в том, что люди с точки зрения эволюции начали путешествовать из страны в страну. И вообще все изменения начали происходить, ну буквально на протяжении жизни двух поколений. 150 лет делите пополам, по 75 лет. Вот продолжительность жизни две человеческих жизни. С точки зрения эволюции это вообще ничто. Это такая мелочь, о которой говорить не стоит. И вот что важно, на протяжении тысячелетий и десятков тысяч лет вырабатывались в разных регионах планеты определенная устойчивость. Например, жители Индии питались определенным набором, в том числе пряности, использовали. Они, без них что называется, жить не могут. А очень многие европейцы, приезжая в ту же самую Индию, могут испытывать крайне серьезные недомогания, я уж не говорю про случаи сильной аллергии, потому что их предки с этими веществами, с этими растениями никогда не контактировали. на протяжении девяти тысяч лет, после того, как ушел ледник, жители Крайнего Севера используют очень интересную технологию под названием Капальхен. Они берут мясо, разрывают верхний оттаивающий слой тундры, укладывают мясо там, где еще промерзлая земля, засыпают, и это мясо там бродит. Вы можете себе представить, что там образуется? Вот они это могут есть, причем с огромным для себя удовольствием и пользой. А если это съест человек южных, так скажем, южных или более южных регионов, даже наш, то отравление это ему обеспечено, гарантированно. А бывают и печальные трагические случаи. И вот так по всей планете мы на протяжении тысяч лет, понимаете, человек, у которого нет какого-то фермента, чтобы есть этот самый условный Капальхин, он просто-напросто умрет еще в детстве, он не оставит потомства. Линия, вот эта слабая линия оборвется. Точно так же, как в Индии оборвется и линия человека, который непереносимость, например, куркумы какой-нибудь. Все. Они не оставляют потомства, остаются жить только те люди, у которых вот этой слабости нет. Вот этого ущербного гена. И все. А теперь этот самый индус приезжает жить, допустим, в ту же самую Финляндию, а потом решим съездить еще куда-нибудь или там в Канаду. А северянин подправляется на юг, мы все едем, любим южные тропические страны и лопаем там все, что попало. Я помню, как я лежал в больнице в Испании, а доктор, который ко мне приходил, объяснял о том, что вы в Северяне приезжаете в Испанию, вот хватаете фрукты и начинаете их есть, как свиньи. На фразу я как бы собрался обидеться, почему как свиньи. Он сказал, ну как же, чтобы свинья жрела, ее надо фруктами кормить, потому что фруктоза не перерабатывается, она уходит напрямую в жир. Вот это очень важный момент. Фрукты тоже нужно есть в умеренном количестве, а не обжираться ими, поскольку они там дешевые. И вот это мне говорил врач, объяснял, что он говорит, молодой человек, вы же до диабета допрыгаетесь. С такими, ну, я и допрыгался, можно сказать, наел его себе. Вот это очень важный момент, что нельзя, если вы прочитали, что японцы питаются допустим какой-то водорослью, о, я побегу в магазин, буду питаться водорослью и тоже мне станет хорошо. Сможет быть, вам станет хорошо, а может вам станет так плохо, но вы не будете это списывать на японцев, вы будете списывать на все, что угодно, потому что об этом у нас сейчас люди не думают и, к сожалению, об этом не говорят, потому что ну как же так. Поэтому это очень большая проблема, о которой сказала наша слушательница. Мы не шибко приспособлены к таком перекладам погоды, и это надо признать. Поэтому нужно быть максимально аккуратными, правильно пить лекарства, и когда слышим прогноз погоды, что погода опять меняется, подумать десять раз, стоит ли вам в этот день выходить на улицу. пишет нам тут слушатель, пора расконсервировать Игнолинскую АЭС, это будет выходом. Ну, я имею ввиду все эти энергетические проблемы. Ну, очевидно, ее не надо было и, как говорится, так рьяно бежать и решать вопрос о том, что давайте там все порушим. Ну, зачем? Понимаете, очень много было разговоров о том, что АЭС, она же, вот как мне понравилось, я делал репортаж на финской атомной станции Олки Луоту, еще, по-моему, 2003 год был, или 2004. Я разговаривал с инженерами, это шведская технология, вот эти станции Олки Луоту-1, Олки Луоту-2 на западном побережье Швеции. И эти инженеры говорили о том, что, ну, понимаете, атомная станция имеет, он говорит, правила использовать. Вот если все делать по инструкции, то она очень хороший, безопасный агрегат, который дает много хорошего электричества. Но если вы будете все нарушать, то, естественно, он говорит, ну, простите, он говорит, возьмите, типа там такая фраза была, возьмите радиоэксперимента, отвинтите тормоза на вашей машине и попробуйте проехать по скоростной трассе. Как скоро вы вылетите на каком-либо повороте и разобьетесь? Вот тогда как раз тоже задавали другие коллеги-журналисты вопрос про Чернобыль, про аварию на Чернобыльской АЭС в 86-м году. Вот это очень такой момент четкий. Если сказано, что нужно обслуживать станцию именно так, именно таким образом и не проводить никаких других экспериментов, то это надо так и делать. А у нас, к сожалению, до сих пор не изжит этот подход на авось. А давайте попробуем таким или иным образом. А потом, естественно, начинаем обвинять друг друга. Вот как сейчас происходит между Германией и Польшей. Да, что происходит? Там рыба попередохла в реке Одер. Одер – пограничная река между Польшей и Германией. Рыба стала дохнуть в страшной силе. Поляки где-то больше почти 200 тонн уже дохлые рыбы выловили и до сих пор вылавливают. Начинается комиссию создали совместно. Но дальше начались какие-то странные вещи. польская сторона обвиняет, причем на самом высоком уровне обвиняет немцев. Я даже не буду повторять в чем. Немцы, как говорится, возмущаются, обвиняют поляков. Поляки считают, что, значит, немцы таким образом душат польское сельское хозяйство, потому что речь идет о том, что нашли удобрения, ну, растворенные в воде. Поляки объявили, вот так обвинили немцев, немцы обвиняют поляков о том, что об экологии совершенно не думают. Раскидываются словами это фейковые новости, все, вот можно посмотреть, например, в цайт в немецком, вот, в сайт онлайн. И дальше возникает вопрос, а, как говорится, а решение проблем-то где? Вот, понимаете, об этом, кстати, сейчас тоже очень много говоря о том, что политизированность климатических изменений достигла маразма. То есть вместо того, чтобы решать вопрос совместно и понимать, что природе на нашей границе и все наши культурные особенности и прочее, извините, меня плевать, она просто про них не знает. Ну, не знает. И поэтому, если сбросить, положили удобрение по всем инструкциям Евросоюза, Еврокомиссии, допустим, это удобрение стекло в реку, а в реке меньше уровень воды, слабее течение, слабее перемешивание. Но там же есть всевозможные водоросли вредоносные, для которых эти удобрения, это тоже удобрения, они начинают размножаться. И недалеко не все водоросли при размножении выделяют кислород, прямо скажем. Они как раз его поглощают в процессе реакции. И в результате рыбе дышать нечем, рыба дохнет. То есть, в принципе, вполне возможно проблема заключается в том, что как раз имеется в виду недостаток осадков, уменьшение уровня воды в реке, уменьшение содержания кислорода. с другой стороны, я соглашусь с немецкими специалистами, которые сказали, что найден огромный коктейль химических веществ в реке Одер, но ни одно из них само по себе рыбу не убивает. Значит, происходит какое-то синтетическое совместное влияние, в результате чего у рыбы дышать нечем. Она умирает просто потому, что дышать нечем, задохнулась. И вот это вопрос, который, в принципе, нужно решать как бы общими усилиями. Уж тем более Германия из Польши, это их речка пограничная, один берег немецкий, другой польский. Но тут же, как мы видим, начинаются, так скажем, обвинения. И действительно, немцы из себя ставят такое «Мы главные, чуть ли не главные экологи в Европе, вот мы главные идем вот этим направлением». А у поляков, и поляков все время пинают, что вот вы там за уголь держитесь, и вообще, собственно говоря, типа, нет в вас вот этого высокого экологического сознания. А полякам тоже обидно, собственно говоря, с чего вы нам тут показываете. Вот мы живем, как живем, стараемся, как можем. А то, что у нас цены выгоднее на сельхозпродукцию, только это извините меня. Мы вот так смогли. То есть, короче говоря, вот эта проблема, она реальна. Эта проблема, вот она вот с этой рыбой, она, казалось бы, мелочь. Ну, ну, решится вопрос. Сейчас осень начнется, дожди пойдут, все там, реку промоет, вот, все опять восстановится. Хорошо бы, но это очень важный момент, который показывает, что мы до сих пор исходим из того, что вот есть какое-то решение, мы должны это решение выполнить, должны что-то объяснить избирателям и так далее, и тому подобное. И какие-то узконациональные, наверное, интересы, поскольку каждая страна стремится к выгоде, прежде всего, для себя, не думая о том, что мы, в принципе, все живем на одной планете, вот эта граница, она условная, то есть мы сами. В данном случае, даже не одна планета, а в данном случае, Европейский Союз. Мы все находимся в Европейском Союзе, и в Европейском Союзе мы уж мы-то точно, такие, по сути дела, в масштабах планеты, малюсенькие государства, с очень плотным населением, с очень развитой промышленностью. Сельское хозяйство, которое буквально сидит на удобрениях и всевозможных пестицидах. Вот это очень важный момент, который нужно понимать, что необходимо уж в этой области, чтобы было какое-то определенное гармония. А если каждый сам решает сам за себя, то в конечном счете никакой гармонии это и нет. О погоде, действительно, климату совершенно безразличны. Мы не можем, допустим, как-то улучшить его, вот прямо взять и улучшить. Сейчас, говорят совершенно, откровенно, специалисты, да даже если мы сейчас все остановим, процесс пошел, спусковой крючок нажали. Нажали, выстрел произошел, все, уже вы ничего не можете сделать. Инерция Земли такая большая, вот этих климатических процессов, что даже, я говорю, да вообще люди бы исчезли с планеты со всей своей техникой. А процесс вот этого повышения глобальной температуры, он бы еще несколько веков продолжался. Вот в чем дело. Получается, что когда наши прабабушки и прадедушки радостно улучшали уровень своей жизни, начав активно использовать углеводородное топливо, они оставили очень интересный подарок своим правдукам. И самое интересное, что получается, что началось это буквально, можно сказать, ну 100 лет назад, ну 150 максимум, а этот эффект может продлиться гораздо дольше, чем этот период. Поначалу ведь очень, как вот сказала наша слушательница, я помню в юности там, какие были хорошие зимы в молодости. Ну возьмем, 50 лет назад была молодость у нашей слушательницы. Вот. Или даже детство. Я тоже хорошо помню, что было 50 лет тому назад, поскольку мне седьмой десяток. И вот я этот самый, да, вспоминаю, какие были зимы, но все было интересно, хорошо. И кататься, санки, лыжи, все прекрасно. Но дело все в том, что уже к этому моменту в атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа. В результате сжигания нефти, и тогда же никто об этом не думал. А вроде бы все было ничего. И вдруг к 80-м годам, уже где-то в 70-е годы начались изменения, на которые обратили внимание исследователи. Как очень любопытно, что в первую очередь американские и советские. Но тогда эти две страны, они в науке с одной стороны соревновались, а с другой стороны кооперировались. Очень бывало неплохо. Особенно вот в этих областях геологии, науки, земли. И вот тогда-то стали говорить о том, что, боже ж ты мой, а что-то назревает. Но потребовалось еще 20 лет, чтобы появились первые вот уже действительно какие-то осмысленные решения. А теперь, да, процесс пошел полным ходом идет. Получается так. Анализы результатов. Даже сейчас, когда был вот этот период ковида, казалось, думали, ну все, мировое падение, слушайте, в Британии на 10-15% до 11 пунктов упало в МВП. Вот, по-моему, в 20-м году. Это было грандиозно. Казалось бы, ну, посмотрите, по всему миру ковид, все, ограничения, самолеты не летают, а количество углекислого газа продолжает расти. Почему? Отчего? Сейчас начинают говорить, ну да, у нас так называемая положительная обратная связь, больше углекислого газа, значит, больше повышается температура, повышается температура, океан, океан начинает выделять из себя больше углекислого газа, потому что углекислого газа полно растворено в океанской воде, а он, что называется, 70% земного шара покрывает. И вот тут-то получается такая сложная схема, которую до конца-то еще никто не знает. Но понятно одно, что у природы все, мы что-то, знаете, как бы толкнули, а что мы толкнули и как это будет до конца развиваться, мы не знаем. Поэтому остается, как всегда, поиск виноватых и прочее, награждение непричастных, а факт фактом. За этим надо сейчас следить, потому что уже становится понятно, что посмотрите, что на юге Европы творится. Ну, вот сейчас в США прогноз на зиму. Да, в южных штатах будет теплее обычного. Говорят, ой, как здорово, типа, сэкономят американцы на отопление. Только, извините меня, дождей не ожидается зимой. А это означает, что весной не будут пустые водохранилища, и что будет следующим летом? А следующее лето будет жаркое на юге США. Как говорится, к бабке не ходи, гадалки. И уже сейчас начинают говорить, а что будет в Испании? Молятся, чтобы начались дожди и ливни, потому что там высохли. Конечно, красиво звучит, что археологи появились, у них появилась возможность увидеть там испанский Стоунхендж, который появился на тне водохранилища, которое, сколько там, 70 лет назад заполнили водой. Это, конечно, звучит очень хорошо, это отличная шапка. Съемки, репортажи, а по факту это же трагедия. И вот где будет эта вода, которая заполнит испанские, французские, итальянские водохранилища? Они-то хотят дождей, но по прогнозу получается, что их не будет зимой. Поэтому я хочу сказать, мы здесь живем географически и климатически в райском месте. И давайте наслаждаться этим раем. пока. Спасибо большое, Константин Рангс, программа «Климат-контроль». До следующей пятницы. Всего доброго. До свидания. Радио Болтком.